Мы сейчас идем в визу из центра Франции. С ним очень забавная история. Максим, расскажите. Ну, короче, мы вчера выучили несколько французских фраз. Самое главное это салют амбасадо. Это приветствие послу. Сегодня мы должны получить из последней машины визу. Мы это торжественно откроем. Под варенички, под сырнички в братьях Караваевых. Ну, это все. Ну, формально французы успели нам сделать к 9 утра. А вылет у нас в 9.05. И мы сами опоздали посольству. На моих затенёрских часах уже 9.25. Мы должны были телепактироваться. Подождите, затенёрские часы. Ну, в общем, такая ситуация. Уроки, уроки французского на кухне бургандаши. Давай, давай. Где стоянка такси? Где стоянка такси? Но нам это не подходит. Нет, но у нас не малый бюджет, наверное. Да, поэтому... У нас где-нибудь в этой сессионной рикши. Или в этой сессионной бисикой. О, где ближе все с станцией метро? О, вот это нормально. У меня есть станция метро, которая более проще. Ну, короче, мы дождались последнего грузовичка, или как там называлось? Последней машины. Да, мы дождались последней машины. Мы уже, можно сказать, одной ногой во Франции. Вот наш самолет, смотрите. Да, вот наш самолет. Это наше отражение. Наша маршрутка. 41-й кинт. Билет. Да, да. Это вот мы, это исторический билет. Ну, даже без Air France какой-то. Шлеметический билет. Да, шлеметический билет, вот Air France написано. Ага. Вот, вот. То есть, все у нас капитально, все хорошо. Сейчас мы увидим, как там внутри. И, собственно... И во сколько мы приедем? Расскажите, Максим. В 9 часов мы будем в Париже. До 4 часов мы будем с сумками со всеми чекаться по Парижу, как неприкаянные, потому что нам негде их положить. И только в 4 часа у нас будет квест, в котором Андрей будет искать ящичек, который отличается под коду 3. Мы начинаем в облитке, вот, лайфхан, как хорошо отдохнуть в российских эллипортах. Смотрите, какой я выспавшийся. Это все потому, что я спал вот так. Вот так. Очень удобно. Очень хорошо. Очень хорошо. Спицы волшебные. В те времена начинается посадка. На нашего, то чертеже выстрелилось. Ну, мне очень хорошо. Спал бы так везде, я с дома так буду спать. А, подписывайтесь на наши советы. Ну, и группу, бейте в колокольчик. Набились как сельдики почку. Ну, вот мы и приехали в аэропорт Шар-де-Голе. Вот, Кристина тут чемоданы разгорает. Макс, прокомментируйте данную ситуацию. Наша прибытие. Короче, приняли нас здесь хорошо. Дождем. Багаж сразу приехал. Погода как в Питере. Погода как в Питере вообще один в один, да. Багаж поймали. Михаил, она довольна, все утро улыбается. Мне ни разу в такую погоду в Питере не застали. Не возмущается. Ни разу в Питере такой не было погоды. Идилия. Даже в Англии такой погоды не было. Сейчас мы идем покупать билеты. До Парижа на поезде. Так, может, комментарии как-то дадите? Что вы задумали? Мы слушали про самураев. А кто? Кто там? А это очередь. А это очередь заберет. Это местная электрищика, которая идет до Парижа. Здесь 4 градуса, холодно. Дойдет дождь. Ну вот мы сели в Париж. Париж встретил нас с отличной погодой для северной страны. Купили билет. Кристина из Норильска, она не боится никакого погода. Купили билет за 10 евро до центра. Анатолий нашего Алиэкспресса. Ну да. Выглядит, ну, примерно как наш Алиэкспресс. Может, ты посмотри. Рада в 3. Мы приехали на Шале. Шале. Это станция знаменитая тем, что это Шале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, мы зашли в Поленбирс. В Москве Поленбирс нет. Это такая редкая сеть, решили тут отовариться. Это по-виски был дождь. Просто шикарно. На улице дождь. Вообще дождь там нет. Так, мы сейчас идем куда? Ой, забыл. Консьержиржири. Консьержирь на остров. Короче, мы это вырежем. Откуда Париж начинался? Консьержири, жири. В общем, тут валит дождь очень сильно. Мы ходим опять по бутикам, которых нет в Брянске и Москве. Вот видите, Зара, тут все очень. А это Миттердам. Эли, как все жири-жири. Сейчас пойдем посмотреть. Да. Блин, а уже вообще шикарная башня? Ну да, она какая-то вообще. Вообще она нереальная. Очень крутая. Я не знаю, яхранскую эту напоминает. Почему-то парк. И это... Это ж похож на Рин. С водой такой зеленой. С желтой. А это вот... Ты уже рассказал историю Миттердама, да? Нет. Ну короче, Миттердам не впечатляет. Ну он сгорел. Да. Крыша сгорела, конечно. И он сам какой-то оказался белый. Я думал, он будет более мрачный. Короче... Да, Париж, Париж, но в сады посадится нам лучше. Что я могу сказать про Париж? Среди у нас, конечно, хорошо. Миттердам сгорел на улицах. Потом 3 или 4 грамм. И все, что нас радует, это только японский рамен. Который мы, кстати, тоже подождали на минут 10 на улице. Это вот такие вот супчики. И даже Андрей, фанат... Пейцы. Винегретто. Винегретто. Все-таки решился заказать с номерами. Так давайте же ответим равен. Скажем хором на 1,2,3 и тадакимас. 1,2,3. И тадакимас. Ну вот. Мы подходим к нашему первому в истории бронированной Airbnb. Которое обошлось нам дешево. Но с учетом предыдущих двух отмен дороже, чем любой номер. Я не знаю, размер в гостинице. Тут уже снежок. Тут уже идет снежок. Чуть-чуть. Приняло нас очень хорошо. И вот наш домик с под пальчиком. И сейчас Андрей покажет чудеса эрудиции и разберется, как же нам все-таки открыть. Мало то, что дверь открыть, попасть потом в подвал. Крис, снимай. Ну давай. Так еще и надо будет... Вай-фай. А? У нас 17-й? А? А вон он. Вот что вы ездите. Где? А как открыть? А. Заходим. Зачем я, Андрей? Не, вы слышали потом? У нас не 17-й. Подождите. А я не знаю. Да, подождите. Ладно, ждем. Так. А, 9-й. Идем, ходим. Это частная собственность. Вторжение. Не, ты не оснебил, это и оснівай. Ты чего? Так я не дожди, никогда все переселили. Но уже сегодня. Седьмой. Вот девятый. Вот девятый, да. Девятый. Банжунь. 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 Ну, я вам подниму. А? вот как 3000 free максим смиренко код free zero 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 попробуешь ты бокс на оба ван ну что жительный что держать это стамбул полный скреп что выкручу блюда я вам покажу это открывает вот здесь вот так вот так это открыт но мы ждем ждите. Это надо закрыть. Потом, тут... нужно открыть. obачка включается? . . . . . . короче нас пойдет отдельно франшуза было на видео как я предлагаю назвать вот одна кровать дальше идем вот он туалет кабинка где свет aziz свет ну да тут хорошо выглядит микроволновка плита пошли микроволновку плита на это что такое что это этот веранда смотри летом здесь вообще быстро засниму а я наделиться с теми как описали соседи так идем на нижний этаж у нас здесь есть нижний этаж и надо было открывать чтобы мерзнуть автоматически какая-то дверь потайная для выхода и комнатка вот тут можно вешать вот вешалки тут есть так мы зашли местные вместо пятерочку мы всем что мы имеем мы имеем сыр 2 евро за что это за грамм йогуртики всякие шмогуртики ну вот нарезку возьми какой-нибудь какой сережное лицо как будто контракт заключается с отцовночкой что ты делаешь за пакетом где там схожу в пакет нравится промышленные бюджет клади клади сколько стоит масло за подсос ли очень 2 евро 2 и 3 практически евро это у нас сколько 3 евро 200 рублей масло стоит запомнить 200 рублей масло и подумайте хотели вы здесь жить давай быстрее бери а президент у нас такой продавец музыка как это или франция надо брать так теперь мы переместились сыр и а ты так и не купил был тут сыр ты же взял сыр ты взял сыр что это для себя взял ммм выпахивает очередной сансоночкой а вот эта пачка стоит 2 евро 140 рублей нарезочек нарезочек ну это недорого да? ну да зачем настолько нарезок на 4 дня еще раз делается удивленное лицо на 4 дня мы здесь 4 дня пойдем а хлеб тут у нас по-моему тут у нас продается харис да евро 72 евро не дешевый хлеб 2 евро пойдем в яйца там был самый сложный для меня на сегодня выбор яйца 6 яиц 3 евро 45 десяток есть 4 евро 39 ну вот есть за 2 евро опять 6 яиц и есть за 4,60 целых 20 яиц ну гаммон уже 20 яиц на 4 дня так что поэтому мы берем мы берем ну давай вот тебе не нравится что? да за 2 евро шести лица сейчас их надо ну нормально зашибиться надо еще посмотреть а это франк рикс что это плохо? ну это местные так нам и надо местные а эти почему? 2,25 не оно отличается ну давай вот такие хоть набери так и пойдем в макароны и вот наша паста барилла которую можно купить в магните по 50 рублей а так она 100 здесь евро 25 но это тоже 100 рублей ну так же так ищем кетчуп а тут что-то непонятно на французском пытаемся определить это кетчуп или нет тяжело тут у них конечно слушай ну вы может вот этот кетчуп? нет это сколько там это было вот это? да ну что он в разделении соусом так теперь мы убираем чай здесь есть вот такое чудо под знанием Russian Earl Carvey что это мы не знали а знаменитого французского чая нет ну мы не отчаяемся а сейчас что-нибудь купим вылезет вот это ничего это я ругаю не нравится о, корица, лимон 2,65 то есть ну в среднем тут чай 2 евро евро в общем такие там куда сортик взять кто зачем сортик лимончик пойдет так мы идем в общем сегодня в ловер да проснулись пораньше да съели по яичку помыть там как бегающих французских курочек сейчас 8,40 ну мы главное не замерзли ночь и хотя бы нет дождя да в общем направляемся к метро да ну тут не пловку, не пловка, а рончика это кстати гимнастическая школа вот эта вот эта сегодня теплее во много раз хотя знаешь сейчас если нет дождя во Франции это уже хорошо ну что за про штраф уже хорошо да минус 4, минус 5, снег все равно главное нет дождя посмотрите какое здоровье все прикольно ну да так это здесь неплохо ладно встретимся в луаре мы идем в метро здесь чисто здесь чисто с утра здесь никого нету форма однообразная вот такая белая плиточка как в туалете как в туалете да ну мне нравится сейчас мы с Андреем купим 10 билетов да уберу где местные и ну и и и ну и и и и и и А, написано же, ты, не грамотный, 5-10-2. А я вчера с 20-ю покровил. Дай я тебе куплю. Не имей 20-ку, имей друга. Я тебе отдам куплю. Так, сейчас Максим Петрович. Так, куда тут надо? Прикладай. Ахим, не представлять. А можно здесь паднуть поездки? Два, сразу вядут поездки. А все на 3-е? Да. А сейчас на карточку не они достают. А здесь карточки не докажешься. Я тоже. Здесь хорошая карточка, а не нафига. Отлично. Отлично. Так, сейчас. Вот мы сейчас в метро. Приходит поезд. С рубероидами. Сколько там ехать остановок? Остануло 15. До франки наружить, а потом пересадить. Серьезно? Мы ехали в Лувр, но метро сегодня что-то перекрепит. Полгорода перекрепит метро, поэтому последняя остановка в Тельфио-Ная башня. Не нравится. Вайхай до Ширак. Ну ты можешь заснять, что вообще аутентичное заведение, настоящий бар. Местные детечки с утра перед работой пьют кофе. Мы заказали два кафе-крема дубль. А потом он говорит, дубль? Я говорю, дубль. И потом он показывал на другую говорю, дубль, дубль. И он такой, ааа, дубль тебе, дубль тебе. Я такой, о, да. Мерси боку. Мерси боку. Бери кофе, я пойду и убил. Я бы хотел владеть такой. Мы продолжаем наше путешествие в Лувр. Да, мы еще не доехали. Ну там до Луру мы, скорее всего, дойдем. Потому что там перекрыто местной жандармерией. Да. Из Сан-Трапе. Ну там и жандармерия, там, скорее всего, что-то чем-то. Они ходят с B33 из Кантры. Да, да, кстати. С B33 ходят? Да. С UPS-ами? Или что на B33 ходят? Люмпи. Люмпи? Люмпи. Люмпи, это что-то. В общем, такие дела. Мы у Эльфии башни. Нас встречает здесь музыка вьетнамских царей. Вьетнамские какие-то протесты. А вот Эльфовая башня. Пойдемте. Сейчас идем пешком для Луру. Для Луру, потому что все перекрыто. Это даже интереснее всего Эльфовая башня. Мужчика. Знатная музычка. Эльфовая башня. Эй, бро. Бро. Бро, бро. Эльфовая башня. Эльфовая башня. Сейчас мы... Ой-ой-ой, съел ее. Максим Петрович решит свои карточки. Она её съела. В общем, мы идём в Лувр. Да, мы всё ещё идём в Лувр. Нам понадобились деньги, наличные. Зашли на какой-то рынок, там были кролики мёртвые, ещё кто-то. Валекий рынок этот. Куда нам идти? Тут тяжёлый выбор. Что бы ты выбрал? Евросоюз или Америка? За что голосовало? Евросоюз или Европа. И на плац? Так, закрывает. Ох, сейчас и карту университет денег не даст. А, может и 10-20. Ну, типа, с разменом. Ну, нормально, Динькофф работает. Это не реклама. Да, да, это реклама. Чек. Ну, всё, неудачно. Всё, всё. Это монстр Александра Третьего. Тут сено и кораблики. Там Альфа Кадашина. Что ещё идём в Луру? Тут что-то крутые велосипеды. Долосипеды. Я рассказывал, что это мост Александра Третьего. Сзади Альфа-башня. Мы всё ещё идём в Луру. Да, и очень много полиции на улицах. Я думаю, что они всё знают, что мы в России. Да, мы идём пешком, потому что перекрыто половина метро. О, Гулянчик. Ну, там вот как красиво. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. А там находится дворец, сейчас скажу. Вот это вот музей армии с той стороны. Там и дикует праздничный, большой дворец. Ну, в общем, мы не знаем, что здесь происходит. А, и Елисейский поля. И Елисейский дворец. Ну, вот это нет, вот там дальше. Пойдёмте. А здесь, что? Да, да, это большое дворец. И только сегодня или в течение утра? Не знаю, потому что в течение утра будетbardziej аппарат пешка в красного зеленца. А! И сегодня будет пешком потому, что здесь капитал? Потому что есть красный зеленец. Могровая. Но это будет всю неделю? В сентябре до праздника? Я не знаю. Это партийма, что ли? Недовольные? А чем? Уровнем жизни, как я понял. Ну, пока что она рассказала. Ну, сказал, что закрыто будет сегодня и завтра. Но вообще непонятно, сколько это продлится. А из-за чего закрыто? Желтые же нет и против. Надо будет покупать, здесь все-таки жопный. Мы Даши и Далора. Тут парк. Колесо обозрения. Сейчас ищем вход. Ну нет, основной через пирамиду, а другой. Да-да, какой-нибудь. И поменьше народа. Блошиные рынки Лувра. Существует гурбе. Мы с ним,ы бомж. Мы с ним неoffелы, а другой. Мы с ним заканчиваем. Мы с ним находимся. Мы с ним вvaccином и отбором. Мы с вами с ним прощаем. Существует тоже. Мы с ним анимаем. Э, мы с ним не с ним. Мы с ним и в обморожаем. Пописываем, нет? Там в Лувре будет туалет. Давайте скажем, что это Лувре. Вот нашли туалет. Посмотрите какие чики-чики приходят в Лувре. Чики-чики. Сейчас пойдем вовнутрь. Пописываем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok О, магазинчик, ты посмотри магазинчик. Мы там были. Ты видишь, там были? Ну, если там финиш, то... Здесь написано только мужчины. Я не знаю. Я не знаю. Нам туда. Я не знаю. Спасибо. Окей. Ты снимал как тебя искали? Ну, я держал. Жан-Жак, али-али! Давай, давай! У тебя 20 дней будет нормально, по-моему. Да. Братья такие худенькие. Я не люблю кулак. Черт! Снимай, как там сделают. Там не делают. Как в чертане? Помнишь, Андрюш? Нет. Ну, просто блонд-клист, потом не заедем. А то не снимаешь. Комментарий. Это лучшее, не знаю, а что, кондитерское. Потому что мы не знаем, что здесь будет делать. И самая большая очередь. Да, да. Где большая очередь, там вкусно. Да, да. Мы сейчас наберем всего помаленьку, но всего. А там стоят, там еще карикатура на Наполеона. Мы пришли сюда по запаху. Вкусный запас. Булунский лес встретил нас отличной погодой. И мы синхронно наступили на говнишку. Говнишка – символ Булунского леса. Николай до сих пор оттереть не может он. Ходит, ой, фух. Прям вся в говнишке. Что я могу сказать про Булунский лес? Да днем здесь тепло, хорошо бегают спортсмены. А ночью вылезают проститутки с пластиковыми пакетами. Тебя не слышу, наверное, будет. Подойди поближе. Это стоянка древнего человека. Син Михайловна, как эксперт по раскопкам, сказала, что французнеонцы строили такие стоянки для защиты своих временных солдат. Кстати, мы ждем Ля Белочку с орешками, которая ест в СССР. Надо шутку увековечить навсегда. А вон, смотри какая красивая, черненькая. Мы сейчас воспользуемся бесплатным туалетом во Франции. Эти космические кабинки будут испытаны первооткрывателем Кристины Михайловны. Кристина Михайловна жмет из зеленого знака, но знака нет. Сейчас идет обработка медикаментами. Заходить надо под слово ПОЕХАЛИ. ПОЕХАЛИ. Михайловна, ты кричи ПОЕХАЛИ. А там где-то сильно шумит? Нет? Подойдем поближе. Ого. 20 минут ждать. А, вождь цайкл, окупает, аутофордер, вакант. Ждем вакант. Это значит ломался, не работает. Максимум 20 минут, то есть я там даже не покакаю. Первый французский автоматизированный роботизированный туалет. А как закрыт? Да. Все хорошо. Ух! Ух! Какой? А как закрыт? Я закрыт. Ух! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Пошли. Вон 5 на 3 наши. 5 на 3. А, ключики уже. А там и 3 дали, да? Давай, кажется, по ключу. Глянь, они прикольные. Прикольные. Глянь, это тоже лифт? Смотри. Смотри. Смотри, Макша. Какой-то реал лифт. Так, сейчас как пользоваться. Это муляж. Ну, получи свои. Да нет, ну, глянь, там даже какого-то чипа нету, не дожди. А, вот, написано. Сейчас, я понял. Открыл, да? Сейчас будет, Кристина. Плохо, да? Тогда и правда не брать, не брать, да? Советовать. Ну, пап, покатайся вот тут наверху. Да, и внизу тогда. А тут чей? А тут чей? Внизу занят. Только сверху соблю. Видишь, внизу берет лежит? Да. Внизу занял уже. Сегодня Андрей в хостел. Подселили медведи. Другой бурнакальский. Мишка сыт и теперь спи спокойненько. Видам два медведи огромных. Подъем по мартамису. Что это? Другой шаг! Еще сосед. Японочку он сидит, бедный. Я потерял перчатки в магазине. По-моему, потерял перчатки кто-то другой. Нет. Столько много людей. Нет где перчаток? Нет. Да, да. Спасибо, что было близко, я смотрю на город, чтобы найти кого-то. Мы думали, что мы потеряли их в кафедру. Мы вернулись, но ты был близко. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далим французский апельсин 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 Это все мы залепили. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Пожар, выловили дверь сейчас Может быть они, конечно, хотят сенсионочкой отведать вечером Но, кто знает, на улице пахнет копченым Приехали две пожарные машины А я не вижу, где дым Дыма не видно, огня не видно, запах есть Запах не поймешь, то ли сенсионочка, то ли шашлык А, вон, они, правда, зашли все внутрь А что там? Ле Петри Миколе Что понял? Не понял, зачем тут в лепкие двери, чтобы не так вот вожарный пришел На трампах не горели Интересно, они могут так любую дверь ломать? Мне кажется, да, пожарные... Ну, вроде все хорошо, все живы, на этом мы заканчиваем нашу трансляцию Ну, еще, ну, смотрите, сейчас... А, ты уже закончил А, сейчас только мы закончим, начнется экшн, потом заканчивай быстрее Каждый день, три раза в день есть конфеты линд Килограммы Сегодня я попытаюсь взять три конфеты сразу на одну харю Ну, не надо А потом мы купим Михалу, они три, 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 семь плюс три, десять И они на развес окажутся дешевле, чем в коробке Пойдемте, пойдемте Ну, он там... Ну, ты будешь снимать? Да Вон там это, не хочу Ты будешь брать на развес или нет? Буду, ну, там он этот... Посмотрите, желание, Борис Мне понравился этот магазин, я хочу его заснять Здесь очень крутые конфеты Так и где хочешь взять? Здравствуйте! 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 100 грамм? 100 грамм, 8 чоколад А... Да? Ммм... Какие... 8? 8? 8... 8... 8... 8... 8... Спасибо! Я думал, инстаграм выговорить 8 конфет 100 грамм получается Это нафига? Ну, 8, 4... 320... 270... 300 рублей Ну, вы можете разное просто... Да, ну да Это плюс Ну, а в патечках еще? Там есть ассорти, по-моему Вот, видишь, ассорти А, 200 грамм А, 200 грамм Это же у нас конфет получается Да Тоже самое? Эээ... Там 3,70 плюс 3,70... Да нет, и дешевле получается Ассорти возьми Ну, ассорти, в принципе... Да проще вон ассорти взять за 700 рублей А вообще большие Да 20%... 20%... Я и говорю Да Только чем вот это отличается от красного? Красный там только красный вообще Нет... Да, да... Там только красный? Угу... А вон, наверное, вполне такие же, нет? Да, тут всех все... Давай вот это возьмем, да и все, не паримся А все зелененькие есть? Все еще? Нет, тут зелененькие Как нет зелененьких? Нет... Вот тут красный эти... Черный... А в красных что? А красные не оссортили, а белые? Там просто в красных Нет, нет... Ну возьмите сюда каждые по 1 и все Там, если хотите Только не будет выгоды Не будет выгоды, да Красная, темно-красная, желтая и синяя. И есть вот такая вот, только черная, красная, ну вот, и тот, иди, 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 иди. И вот тут не обязательно что-то покупать, но у вас есть конфеты. Каждое утро мы получаем конфеты. Причем мы их не воровали. Причем сейчас мы можем зайти, я могу сейчас расчесаться, зайти, мне еще дадут одну конфету. Я могу тебе перевязать, мой шарфик, ты себе... Нам еще дадут конфеты. Лайфхак, магазин, блин. Я уже расчесываюсь, я уже расчесываюсь. В районе... Монмартр. Монмартр. Возле церкви... Секюкюри. Не, правда так называется, я вот расчесываюсь. Сенкюри. Нет, Секюкюри. Секюкюри. Все, спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Секюкюри. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok